Всем щербет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре интересный австрийский бренд под названием Жак Лиман. Но прежде чем мы начнем, нет, здесь не будет реклам-букмекерских контор, я вам расскажу небольшую историю. Аристократическая семья Жаков Лиманов, или просто Лиманов, Лиманов, прошу прощения, изначально обитавшая во Франции, переехала подальше от революции разных там приколюх в Швейцарию, где попыталась основать свое часовое производство, но у них это не получилось. И потом их родственник, непосредственно Жак Лиман, решил историю эту поменять. Сам сын был, сын, да, очень любил автогонки, он приезжал во Францию, в городок Лиман, это недалеко от Парижа, там, по-моему, 180 или сколько-то километров от Парижа, где проходят вот эти вот гонки, 24 часа Лиман, очень такое знаменитое событие в гоночном спорте, я помню, когда ты еще в Гран-Туризм играл, и там вот гонка 24 часа Лиман, это когда ты сутки едешь по гоночному траку, они там и спят в этих машинах, и ночуют, и живут в этих машинах, ну и, понятное дело, слет самых вот таких вот автолюбителей, которые просто-просто очень любят автомобили, и вот этот Жак Лиман был одним из таких автомобилей, любителей. И когда на очередной гонке рядом с ним стоял некий чувачок, у которого заглючило там что-то в часах, он типа с матами на французском языке сказал, вот, блин, черт, если бы кто-то сделал часы, которые работали бы так же классно, как вот эти вот машины, мол, и это так клепнуло у нашего главного героя, у Жака Лимана в голове, и решил он сделать котлы. Это, ребятки, официальная история из Википедии. Потом он привлек двух магнатов, каких-то там миллионеров, ну и сам, я так понимаю, был не особо меден. Вот марка родилась на свет. А если проще сказать, кто-то там написал на часовом форуме, мол, австрийский миллионер захотел иметь собственный бренд часов. Может быть и так, друзья. Но, что интересно, что данные котлы, давайте я вам их по чуть-чуть начну показывать, А, нет, покажу сейчас лично мои Жака Лиманы, которые я когда-то в обзоре перед вами светил. Это вот такой вот классический двухстрелочник, кожаный ремешок, минералка, нержавеечка. В общем, внутри миота очень классный, очень симпатичный. По случаю одеваю. Правда, не часто, потому что у меня стиль одежды чуть-чуть не классический, как бы. Но, тем не менее, иногда очень нравится. Данный бренд существует с 1975 года. Он, кстати, и с Формулой 1 в 2006, если я не ошибаюсь, подписал контракт. То есть, были часы официальные Жак Лиман F1. И с UEFA был контракт. То есть, тоже были часы, посвященные футболу. И есть у этой фирмы производство в Швейцарии. В 2004 году они подписали договор с гильдией женевских мануфактур. Даже вот так вот. В общем, достаточно всё серьёзно. Если в целом брать, то, как и у всех бюджетных часов из Европы, это дизайн нарисован в Австрии, механизмы японские, да. А сборка где-нибудь, наверное, всё-таки в Поднепестной, на более дешёвых моделях. Но есть ещё серия Женева, которая собирается в Швейцарии. Вот так вот. Но у меня не Женева. Коробка немножко потрепалась, но это не моя вина, друзья. И, я думаю, не вина тех, кто это всё дело продавал. Вот такие вот у нас часики. Коробочка самая обычная. Давайте её отложим. Ну, такая чёрненькая, симпатичная подушечка бархатная. И сам хронограф. Они бывают в разных цветах. Это синий, бывает ещё зелёный. И, если я не ошибаюсь, чёрный. Вот, давайте на него посмотрим поближе. Безель здесь не вращается. Кожаный ремешок. Водозащита 10 атмосфер. Но я крайне не рекомендую купаться в часах с кожаным ремешком. Даже если он какой-то там супер-пупер пропитанный. Всё равно для этого есть часы на браслетах. Накладные метки. Светонакопитель присутствует. Ну, вот сейчас они немножко, если я не ошибаюсь, немножко подзарядятся. Я вам потом покажу, как они будут светиться в темноте. Жак Лиман. Надпись хронограф. Два пушера. Один с вот такой красной и интересной окантовочкой. И, собственно, заводная головка, защищённая наплывами. Ну, такой практически какой-то классический дизайн хронографа. Давайте нажмём пушер и посмотрим. Вот у нас внизу начали отмечаться секунды. Левое окошко это у нас будет здесь отмечаться минуты. И правое окошко на трёх часах с такой интересной пухленькой какой-то треугольной чёрной стрелкой. Достаточно какой-то странной формы, которая выбивается немножко из общего дизайна. Но смотрится достаточно интересно. Это просто указатель 24-часового формата времени. Давайте остановим. Раз. Остановили и сбросим назад. Оп. Безель здесь алюминиевый корпус из нержавеющей стали. То есть, в принципе, при аккуратном ношении мы понимаем, что такие часы прослужат вам достаточно долго. Механизм здесь то ли Миота, то ли Сейко Эпсон. Я не знаю. Возможно, знатоки по расположению окошек поймут, какой механизм здесь установлен. Я не настолько уж прямо вот глубинно влажу в это всё дело. На задней крышке мы видим надпись, что все детали изготовлены из нержавеющей стали. Водозащита 10 атмосфер. И это хронограф. Также надпись присутствует о том, что это кожаный ремешок. Прикольная гравировочка на бакле. И в целом часики достаточно симпатичные. Давайте их взвесим. Я не знаю, зачем я это делаю. Просто мне подарили весы. Теперь я могу, как нормальный белый блогер, вот так вот включить ещё надо. Что-то там взвешивать и вам рассказывать. Ну, весят они всего лишь 35 грамм. Очень симпатичные, друзья, часики. Напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к часам из вот таких вот брендов, как альтернативы Casio или тому, что более широко известно уже вам. Кстати, вот интересно, попадают ли в метки. Ну, здесь бьёт чётко посредине меток. Они ещё сделали маленькую разметку. Как будто так и надо. Вот. Ну, мы знаем, что это болезнь достаточно всех вот таких вот часов бюджетного класса. А бывает, что и не особо бюджетного. Ну, кстати, я не вижу, чтобы они светились. Возможно, это просто белая краска. Вот такие дела, друзья. Прожимайте ваши императорские лайки. А с вами был ещё разок. Увидимся. Пакеда!